Вы смотрите программу «Город С» в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Еще в июне 2016 года вступил в силу так называемый антиколлекторский закон, который был призван защитить права должников и разрушить сложившуюся практику коллекторского беспредела. Между тем, законодательная база, регулирующая деятельность взыскателей просроченной задолженности, продолжает меняться и совершенствоваться, предлагая все новые правила для тех, кто занимается возвратом долгов. Какие поправки к закону вступили в силу в 2024 году и какова их главная цель? Могут ли теперь сотрудники банков и микрофинансовых организаций звонить без ограничения и безнаказанно оказывать давление на должника? Предусмотрена ли уголовная ответственность за нарушение коллекторским агентством требований законодательства? Вот на эти и другие вопросы ответит начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области Кристина Ленькова. Кристина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как мы знаем, уже не первый год контроль за деятельностью коллекторов входит в сферу ответственности Федеральной службы судебных приставов. Вы напомните нам, пожалуйста, какой закон регулирует их работу? Действительно, с 2017 года Федеральная служба судебных приставов регулирует деятельность и осуществляет контрольно-надзорную деятельность за юридическими лицами, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности на основании Федерального закона 230-го о защите прав и законных интересах физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Ну, вот в этом году закон, который вы назвали, претерпел изменения. Расскажите нам, какие поправки были внесены в этот закон? Насколько я осведомлена, речь идет о достаточно серьезных, существенных изменениях. Да, действительно, это так. Федеральный закон определил круг лиц, имеющих право взаимодействовать с должниками в целях возврата просроченной задолженности. Так, в 230-м федеральном законе четко теперь определяется, кто является профессиональным взыскателем. То есть это юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. А микрофинансовые организации банки туда включены? Да, теперь в юрисдикцию Федеральной службы судебных приставов входит надзор за банками и микрофинансовыми организациями. Коллекторы обязательно должны быть включены в госреестр, то есть они должны подать соответствующее заявление в службу судебных приставов, после чего мы уже включаем их в реестр, и они могут уже осуществлять эту свою профессиональную коллекторскую деятельность. А банки и микрофинансовые организации мы включаем в перечень. То есть у нас есть перечень и госреестр. Что это за перечень? Перечень микрофинансовых и микрокредитных организаций. Которые тоже имеют право по работе. Осуществлять взаимодействие, да. Могут осуществлять взаимодействие как в очном формате и заочном формате. В очном формате мы понимаем, это личное взаимодействие с должниками, это переговоры, смс-сообщения, интеллектуальный агент, то есть это робот-коллектор, это как раз-таки тоже нововведение, также считается непосредственным взаимодействием. То есть не живой сотрудник разговаривает с должником о структуре просроченной задолженности и о задолженности в целом, а именно робот-коллектор так называемый. А если только микрофинансовая организация или кредитная ограничивается перепиской? Это также будет личным взаимодействием. Есть черепиское сообщение, а также почтовая корреспонденция. То есть микрофинансовые организации, банки, как раз-таки что у нас изменения, направляют в службу судебных приставов соответствующее уведомление о готовности взаимодействовать в очном формате, то есть личное взаимодействие. Федеральная служба проверяет документы, которые предоставили юридические лица, то есть должно быть соответствие программного обеспечения. Информация о взаимодействии с должниками должна храниться не менее трех лет. То есть когда мы будем запрашивать информацию у наших подконтрольных организаций, они нам уже должны ее предоставлять. То есть это такая накапливается существенная база данных? Да, да, да. И после только разрешения о взаимодействии, именно кредитные и микрофинансовые организации могут осуществлять личное взаимодействие. То есть если они нам не направляют уведомления, они могут взаимодействовать только почтовой корреспонденцией. Я слышала, что также теперь уделено название, достаточно пристальное внимание названием вот этим организациям. Как они должны называться теперь? Теперь организация должна называться профессиональной коллекторской организацией. Те организации коллекторские, которые включены у нас уже в госреестр на территории Самарской области, которые располагаются, они уже изменили это наименование. Теперь все они у нас профессиональные коллекторские организации, которые располагаются на территории Самарской области. — Вы сказали, что теперь ограничения коснулись также и микрофинансовых организаций, и банков. А сами-то ограничения изменились в связи с этими поправками? И раньше-то какие были ограничения? — Они, то есть юридические лица, они также продолжают взаимодействовать в будни, они могут взаимодействовать с 8 до 10 часов вечера, в выходные и праздничные дни с 9 до 20 часов. То есть по телефонным звонкам также они могут звонить не более 2-х раз в неделю должникам и не более 8-ми раз в месяц. И направлять смс-сообщения, то есть не более 2-х раз в сутки, не более 4-х раз в неделю и не более 16-ти раз уже в месяц. Но изменения коснулись в том, что служба судебных приставов при выявлении каких-либо нарушений может ограничить коллекторские организации, микрофинансовые и банки по способам взаимодействия, личным. То есть мы можем до 30 дней им выпустить решение о том, что они не могут взаимодействовать, например, путем телефонных звонков. Раньше-то, как известно, микрофинансовые организации вообще могли, как говорится, безнаказанно, да, названивать и сколько хотят, столько звонят, скажем так. Сейчас все здесь более теперь стали пожестче требования, да, требования и ограничения. Раньше не было таких ограничений, что мы можем ограничить, но также это ограничение, но может быть снято досрочно, если организация нам сообщает о том, что нарушения устранены, в течение 30 дней ограничения могут быть снято досрочно. А существуют ли вообще какие-то категории должников, которых вообще нельзя беспокоиться? Да, нельзя звонить гражданам, которые уже являются банкротами, либо в отношении имущества которых реструктуризация долгов происходит, имущество точнее. Нельзя звонить инвалидам первой группы и людям, которые находятся на стационарном лечении. Но вот эти две категории граждан, то есть они должны уведомить организацию о том, то, что они находятся на лечении, то, что они являются инвалидами. То есть они должны об этом уведомить, потому что организация не будет знать об этом. Ну и также несовершеннолетним. Женщинам беременным? Женщинам беременным можно беспокоить? Нет, в рамках просроченной задолженности написать сообщение. Хорошо. Все-таки, если нарушение произошло, как быть вот этим людям, которых не должны беспокоить, но их беспокоить продолжают? Нужно писать заявление в службу судебных приставов с соответствующими подтверждением правонарушения. То есть если им написали сообщение, необходимо нам предоставить скрин этого, например, сообщения, либо детализацию телефонных звонков, чтобы мы видели и проверили данную информацию. Служба судебных приставов осуществляет проверку и по результатам проверки принимает меры и защищает, собственно говоря, должника от неправомерных действий коллекторского агентства. Какая ответственность предусмотрена за нарушение коллекторским агентством всех существующих правил взаимодействия с должником? Ответственность это, в первую очередь, административная ответственность в соответствии со статьей 1457 организации могут быть оштрафованы, могут быть приостановлены их деятельности. И сейчас также вступила новая статья, это уголовная ответственность в соответствии со статьей 172.4 УК РФ. Если должнику угрожает жизнь, здоровье, повреждение его имущества, то также подается соответствующее заявление, и организация, юридическое лицо может быть привлечены к уголовной ответственности. Но это уже подведомность МВД. То есть к нам поступают такие заявления, а мы уже их по подведомственности отправляем. А вообще такие заявления поступают к вам? Такие заявления поступают. Ну поступают такие размытые формулировки, моему здоровью и моей жизни угрожали. А доказательств нет опять? Но доказательств как таковых нет. То есть опять требуются вот эти скриншоты какие-то, видеозаписи, аудиозаписи. То есть все годится? Да, да. Видео обязательно, если это угроза жизни и здоровья. То есть мы же сотрудники МВД же должны как-то провести проверку, чтобы действительно видно, что там угроза. Безусловно. То есть об уголовной ответственности может идти речь непосредственно при угрозе жизни и здоровья. Да, или повреждение имущества, распространение каких-либо данных также. Сейчас вот на законодательном уровне ведется какая-то работа по защите граждан от незаконных действий коллекторов? Также ужесточается ответственность как раз-таки административная в разработке. Статья 1457 КОАП. То есть именно будут ужесточены требования к организациям. Например, если они не подали нам уведомления, и мы им не разрешали взаимодействовать лично, то есть это тоже уже будет предусмотрена административная ответственность. Сейчас мы не можем за это наказывать, а вот в дальнейшем, возможно, как раз-таки и сможем. То есть это вот сейчас в Думе рассматриваются новые поправки к закону? Ну, касаются такой дисциплинарной ответственности административной. Административной, да. Административной ответственности. А вот интересно, стало ли возможным теперь в настоящее время взаимодействие коллекторов с должниками на платформе госуслуги? Да, как раз это тоже нововведение, где кредитные организации, коллекторские агентства, микрофинансовые организации могут направлять сообщения посредством госуслуг. То есть тут должно быть соблюдено два условия. Это первое, что эти организации должны быть подключены к госуслугам. А второе, то что должник должен дать согласие на получение этой информации именно в госуслуге. Как раз хотела сказать про госуслуги, то что могут направляться также заявления и должником в организацию. Но тут тоже все зависит от подключения. И направлять заявления через уведомления на госуслуги кредитные, микрофинансовые и коллекторские агентства могут не более двух раз по одному займу. То есть зачастую у нас бывает такое, что заявители подают обращение, ну, должники прописывают то, что им звонили, например, в день несколько раз. Но когда мы запрашиваем информацию, мы понимаем то, что у должника не один займ, то есть могут звонить по каждому займу. По каждому займу могут звонить по отдельности. И также говоря уже о поправках, поправка заключается в том, что раньше мы привлекали к административной ответственности за дозвон. Ну, проще говоря, только за дозвон. А сейчас в связи с поправками мы можем привлечь к административной ответственности уже по состоявшемуся разговору. То есть если уже должник ответил и поговорил то, что он не хочет разговаривать, тогда это тоже будет основанием для привлечения к административной ответственности. То есть раньше только мы могли привлечь по дозвону, а сейчас только непосредственное взаимодействие. А вот что касается согласия на взаимодействие на площадке госуслуг, согласие должны давать кредиторы или согласие должны давать... Должник, да. Кредитор, то есть у него должны быть госуслуги, он должен быть подключен, а должник уже дает согласие на получение этой информации. На это взаимодействие на этой площадке. Кристина Андреевна, расскажите, сколько организаций занимаются профессиональным засканием долгов у нас в Самарской области? Зарегистрировано официально, я имею в виду. На территории Самарской области у нас зарегистрировано 8 в настоящее время профессиональных коллекторских организаций, которые включены в госреестр. Тоже вот хотелось обратить внимание по поводу наименования. Могут поступать к нам такие заявления от организации, но наименования они не поменяли. А должны? Да, должны. То есть мы, естественно, отказываем по включению в реестр таких организаций. Таких, которые называются профессионально-коллекторская организация. Да, если наименования такого не будет, мы отказываем, естественно. Сейчас их 8, вот с таким названием. Сейчас у нас с таким названием 8, да. То есть они у нас и ранее и были включены, и в соответствии с законом они уже поменяли это название на профессиональные. Также у нас же есть теперь перечень, это кредитные организации, микрофинансовые организации. А где можно с этим перечнем ознакомиться? Перечень находится на официальном сайте ФССП России, так же, как и реестр по профессиональным коллекторским организациям. В перечне у нас в настоящее время состоит 6 банков и 29 микрофинансовых и микрокредитных организаций. Ну, это немало. Это все немало, да. Все есть на сайте. Все есть на сайте. То есть можно проверить? Да, можно посмотреть. Произошли ли какие-то изменения в этом году в части регистрации этих организаций? Ну, кроме названия. Произошли в том, что теперь к работникам этих организаций. То есть если у гражданина имеется неснятая задолженность, судимость, точнее, прошу прощения, судимость неснятая, он не может работать в данной организации против именно государства, если и против экономики совершено данное преступление, не может работать. Расскажите о случаях привлечения организаций к административной ответственности за нарушение правил взаимодействия с должниками. Ну, я полагаю, интересно будет услышать цифры за истекший период вот 2024 года. Может быть, и за 2023 у вас есть. Это тоже интересно посмотреть, как менялась картина, вообще динамика вот этих нарушений. В настоящее время к административной ответственности вынесены протоколы по 33 правонарушениям на сумму где-то более полутора миллионов рублей. Также вынесено, сейчас, чтобы уж не ошибиться, вынесено 56 предостережений. То есть у нас не только административная ответственность, но есть также и профилактика. То есть у нас вынесено 56 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в части взаимодействия. Вот вы про штрафы упомянули. Общая сумма штрафов какая? Общая? Ну, более полутора миллионов. Это вот со всех? Со всех нарушителей общая сумма составила? Да, за текущий год, за 2024 год. Вообще, как вы можете сказать, больше-меньше стало таких нарушений? Заявлений меньше. Вот с аналогичным периодом прошлого года, за 2023 год, заявлений поступает меньше. Но сейчас мы стараемся уже тоже работать на профилактику, то есть уносить предостережения. В общем, все пути воздействия на организацию в части устранения нарушений. Да, они нам отвечают. Ну, конечно, вы выписываете предупреждение. Если нарушение повторяется, то, наверное, тоже более серьезная ответственность за этим следует? Ну, да, мы смотрим, если поступать, например, от одного гражданина, если не перестают взаимодействовать с ним, нарушают частоту взаимодействия, то, да, уже можем привлечь к административной ответственности. А можете ли вы поделиться каким-то таким ярким примером вот из вашей практики по вопросу нарушения взаимодействия коллектора и должника? Ну, к примеру, недавно обратилась супруга гражданина, которая находится на СВО, что ей поступали сообщения о том, что имеется задолженность, необходимо ее погасить. То есть они ее вводили в заблуждение. Со своими сообщениями также... Смотрите, задолженность имеется и нужно ее погасить, в принципе, это же не заблуждение, да? То есть они, видимо, какую-то информацию говорили, которая не соответствует... Последствия. То есть последствия... Пугали последствиями. Да, пугали последствиями. Также нарушали частоту взаимодействия, то есть звонили более двух, точнее одного раза в сутки. После чего мы проверили доводы заявителя, запросили всю необходимую информацию, также от нее дополнительную информацию и привлекли к организацию к административной ответственности. То есть организации штрафовали на 50 тысяч рублей. То есть, ну, это как такое, на памяти. Ну, да, да, да. Конечно, что их поступает, да, много, но вроде бы это участник СВО и... Да, вот, кстати, про членов семей участников СВО, наверное, распространяются в настоящее время еще какие-то дополнительные льготы в случае просроченной задолженности. Наверное, что-то коллекторы тоже должны это знать и учитывать, да? Ну, мы не владеем такой информацией по обращениям именно, то есть нам не предоставляют информацию, что, например, этот гражданин находится в зоне СВО. Но сам гражданин может подать заявление кредитору о том, что предоставление каникул. И тогда уже у нас в дальнейшем уже будут документы, то, что если имеется каникулы кредитные, с ним не могут взаимодействовать. То есть эту информацию мы тоже будем проверять. То есть заявителям необходимо, должникам, обращаться именно к кредитору и сообщать о том, что он отбыл, да, зону СВО, предоставьте мне. Вот это вот очень важная мысль сейчас прозвучала. Все-таки сам должник должен проявлять инициативу. Если получили какие-то новые льготы, да, вот в случае семей участников СВО или участники СВО, бывшие участники, то нужно подать информацию соответствующую в службу судебных приставов, да? Да, да, да. Вот давайте еще раз для наших зрителей все-таки проговорим, что делать, если при взыскании задолженности коллекторским агентствам или кредиторам нарушаются те или иные права должника. Что нужно сделать? Куда нужно обратиться? Ну, гражданину, естественно, нужно обратиться с заявлением. Главное управление Федеральной службы по Самарской области. Он может подать заявление посредством почтовой корреспонденции. Может приехать к нам на прием. Мы выслушаем, порекомендуем, какие документы нужно предъявить для того, чтобы было выявлено, да, право нарушения уже точно. Может подать заявление посредством интернет-приемной, через официальный интернет-сайт главного управления. Может позвонить по номеру телефона. У нас создана группа телефонного обслуживания, номер ее 263-65-65. Также может туда обратиться, и уже сотрудники его также проконсультируют. Но обязательно к заявлению необходимо прикладывать факты взаимодействия. Обязательно скриншоты, аудиопереговоры, если у него сохранились видео. Я прошу прощения, мы попросим нашего режиссера, чтобы дал нам сейчас тоже адреса и телефоны, по которым необходимо и возможно обратиться в службу судебных приставов. И вот сейчас подробно давайте расскажите нам, какие документы необходимо приложить к заявлению. То есть прежде всего заявление о нарушенных своих правах. Заявление должно быть подписано, поставлена дата, фамилия, имя, отчество, дата рождения. Также к заявлению должно быть приложен скриншот, если написали сообщение. То есть нам нужно понимать, когда совершено правонарушение, дата там будет указана, чтобы виден был номер телефона, потому что иногда заявители подают заявление, где просто смс, а номера телефона не видно. Ну, тоже такое бывает. Если имеется аудиозапись разговора, аудиозапись, видеозапись, детализация телефонных звонков, чтобы мы могли проанализировать, когда оно совершено, потому что организации могут не всегда нам предоставить информацию, когда они осуществляли. Да, осуществляли. То есть заявитель нам предоставляет одну информацию, а организация может там уже предоставить что-то скрыть от нас, грубо говоря, чтобы мы уже не привлекали их к ответственности. А тут уже по факту будет видно. Кристина Андреевна, понятно, что инициатива приветствуется, но все-таки еще раз скажите нам, какова главная цель всех поправок, внесенных в закон, который регулирует деятельность коллекторов и всех микрофинансовых кредитных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности? Ну, главная причина этих изменений было то, чтобы единый подход был взаимодействие с должниками у профессиональных коллекторов, у банков и у микрофинансовых организаций. Раньше, понятно, более контроль у нас был только за коллекторами, но мы уже понимаем, что и другие организации, кредитные организации взаимодействуют. Ну, то есть единый уже подход, единое отношение к должникам и взаимодействие с ними. Также вот хотела обратить внимание по поводу изменений, что заявитель может подать заявление юридическому лицу об отказе взаимодействовать с ним лично. То есть если он подает такое заявление уже в организацию, оно должно быть рассмотрено, и взаимодействие в дальнейшем личное не должно осуществляться. То есть если мы тоже потом получаем такую информацию, нам заявитель прислает заявление, подтверждение отправки о том, что он направлял данное заявление, и мы видим, что все равно личное взаимодействие происходило, то есть мы также можем привлечь к административной ответственности. И тоже внесены были изменения в 230-е в части уведомления кредиторам, заявителя, не заявителя, а гражданина, заемщика, о том, что его долг продан. Например, коллекторам. Раньше организация уведомляла заемщика в течение 30 дней, а теперь в течение 5 рабочих дней. Мы должны уведомить о том, что его долг продан, например, коллекторскую организацию какую-либо. Это тоже как раз такие изменения. Служба судебных приставов чего ожидает от этих поправок? Думаете, больше будет порядка, легче будет должникам справляться с выплатой своих долгов, и вот это взаимодействие одной и другой стороны будет прозрачнее, проще? Конечно, конечно. Тут уже прям будут рычаги давления не только на коллекторов профессиональных, но и на другие организации, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности. Ну что ж, будем на это надеяться. Время нашей программы подошло к концу. Кристина Андреевна, я благодарю вас за исчерпывающую информацию. Напомню, сегодня нашим экспертом была начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области Кристина Ленькова. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова